Продолжение следует... Ирифчики красивые. Сегодня у меня на обзоре девайсчик от ребят из компании Vupu. Под названием Argus P1. Это типа их SBS-под. Такой вот, где у нас картридж вставляется немножко внутрь. Такой вот. Ну и конечно анимации, вот эти всякие бешеные монохромные дисплей. Кнопки золотые, такие вот тактильные. Опять же, жаль, что она не работает отдельно, как кнопка Fire. Ну и конечно же, открытая схемотехника. Чтоб ты видел все внутри резисторы, там резисторы. И если что-то перегорит, чтоб сразу невооруженным взглядом было видно. Обо всем этом поподробнее, конечно же, мы поговорим с тобой в приближенном рассмотрении. Поэтому прямо сейчас я покажу тебе данное устройство. И все его вот эти вот приколдесы, мелькающие поближе. Вот в такой коробочке от ребят с компанией Vupu ко мне пришел Argus P2. То есть это продолжение линейки Argus'ов. У нас линейка P превратилась вот в какой-то такой девайс. Давайте посмотрим, что там как там. Внутри коробочки, конечно же, лежала инструкция по эксплуатации. Русский язык присутствует. Дополнительный картридж на 0,4 Ом. Кабель для зарядки, конечно же, по Type-C. Ланьярд, чтобы носить наше устройство на шее. Ну и, конечно же, без самого устройства не обошлось. Он тоже присутствует. Здесь у нас предустановлен картридж, по-моему, должен быть на 0,7 Ом. Да, здесь написано 0,7 Ом. Но картридж я тебе чуть попозже покажу. Потому что, во-первых, мы с тобой разбираемся по аккумуляторной батарее. Аккумуляторная батарея на 1100 мАч. У меня это все выполнено в таком цвете а-ля то ли Black, то ли Gunmetal. Я еще толком не разобрался. Здесь у нас вот видна вся схемотехника нашего устройства. То есть, это не бутафория. Это действительно как бы плата, на которой он работает. На передней части у нас также видны какие-то элементы. И здесь вот, конечно же, мешает замечательная чудесная пленочка. Вот эта вот, которая скрывает у нас великолепнейшую глянцевость нашего устройства. Вот какая красота. Конечно же, вот эта вот панелька, она у нас пластиковая, глянцевая. Очень сильно поцарапается. Это, к сожалению, печально. Но вот, типа, красота требует жертв. То есть, чтобы видно тебе было всю схемотехнику. Какие-то тут подсветки. Тут тоже экранчик какой-то небольшой должен присутствовать. Ради этого всего тебе сделали такую прозрачную часть. На верхней части у нас супер прикольная тактильная кнопка. То есть, она прям вот такая вот полу, как скажем так, механическая. То есть, вот я ее нажимаю. Она с таким прикольным откликом. Что-то такое, немножко напоминающее стимпанк. Я попробовал. Тут уже покрутил, повертел за кадром. Попытался что-то ее как-то там разболтать, расшатать. Естественно, ничего у меня не получилось. Я думал, что здесь вот еще поворотное кольцо. Там какую-нибудь мощность будет настраивать. Или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Это просто у нас вот кнопка. Слишком близко. Вот так вот, чуть-чуть подальше. Вот. Это вот кнопка, которая работает по принципу. Вот просто нажатие вот так вот сверху. Довольно прикольный, аккуратненький элемент. По посадочной части, естественно, у нас здесь не должно ничего поменяться. Потому что все работает на унифицированных картриджах. То есть, посадочное место изменять нельзя. Можно как-то немножко видоизменять, как это будет выглядеть внутри. Но само посадочное место по размерам и, конечно же, расположение контактной группы ни в коем случае менять нельзя. Потому что не будут подходить картриджи, естественно, которые подходят на все аргусы. Тут у нас сверху отверстие для забора воздуха. То есть, типа, воздух из... Где у нас вот здесь вот? Это, кстати, хрюшка, через которую мы продеваем веревочку, чтобы носить это на шее. А внизу у нас есть шпингалет для регулировки обдува. Мои вы хорошие. Очень сильно мне нравится, когда делается вот такая история. И тут также можешь обратить внимание, вот пока мы крупно снимаем, есть у нас три отверстия типа а-ля под типа свободную затяжку. Но когда мы полностью перекрываем, полностью у нас не перекрывается затяжка. Ребята оставляют отверстие для того, чтобы хоть какой-то воздух внутрь проникал, и твой испаритель мог хоть немножко дышать. Потому что я знаю персонажей, которые полностью перекрывают обдув, со всей силой что-то там пытаются высосать из испарителя, из картриджа. Естественно, все это сильно будет гореть, переливаться и так далее и тому подобное. То есть, картридж без обдува, даже вот такого маленького, будет работать неправильно. Также у нас есть контактная группа, два магнита, которые будут удерживать картридж. И вот этот вот столбик замечательный, блестящий, который находится у нас, получается, справа от контактной группы. Это, конечно же, шахта датчика затяжки. То есть, наше устройство должно работать как с кнопки, так и с датчика затяжки, судя по всему. Но кнопка же есть, и датчик затяжки тоже присутствует. Ну и внизу у нас присутствует разъем для зарядки по Type-C. И вот такая вот замечательная, чудесная, что это такое? Упортость! Это как так вышло? Тут также, ребята, спрятали у нас сертификаты. Естественно, написали 1100 мАч батареи и так далее и тому подобное. И написано СЕМПЛ, конечно же, для обзорчиков. Ну вот эта золотая надпись, Аргус, ну, конечно, просто дорого-богато. Дорогуще-богатюще. Надо включить наше устройство, ведь раз, два, три, четыре, пять. Включаем. Ту-ту-ту. Ого! Ого! Какая анимация пошла недурственно. О, мои мы хорошие. Они оставили здесь монохромный экран. Это очень-очень хорошо. Наверху у нас в процентах указан заряд аккумулятора. Также режим нормал, режим использования. Затяжки до тысячных. И сопротивление картриджа, который мы будем устанавливать вот сюда. Вот так. Каждый раз нажимаем и такая красота здесь переливается. Ну, прям дискотека 80-х. Ну-ка, вот так вот отдалим. Я хочу посмотреть, как оно будет. Вот так вот. Ну, нет, симпатично, стилёво, как бы, чё сказать. Такая прям анимация приколдесная. При затяжке, скорее всего, это всё можно выключить. Давайте разберёмся по меню. По тибю, по меню. Что тут у нас, как вообще работает. Раз, два, три. Трикратным нажатием мы переключаем здесь режимы. Режим эко. Раз, два, три. Потом режим STP. Наверное, самый мощный. Потом режим нормал. Это у нас средний комфортный режим. И раз, два, три. И эко режим. Да, это, видимо, самый слабый, который щадит у нас батарею. То есть экономичный. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Мы в меню какое-то попадём. Вот. Мы попали с тобой в меню. Что нам покажут в меню? Мы можем сбросить затяжки. Мы можем режим Power изменить. Потом можем выключить наше устройство и выйти. Так, сбросить затяжки. Power Mode удерживаем. Заходим в Power Mode. Power Mode. А, вот, наконец-то. Вот здесь мы можем просто выставлять мощность нашего устройства. То есть, как я понимаю, у нас отдельно есть режимы использования. А отдельно у нас есть просто режим Variant. То есть здесь я раз, два, три, трикратным нажатием. Да, просто повышаю мощность по одному нажатию. И, скорее всего, максимальная мощность здесь у нас будет 30 ватт. Кажется мне, что будет приблизительно вот так. 30 ватт. Да. Max Power. Всё это зелёным у нас светится, мигает. Немножко мерцает. Это неприятно у меня на камеру. На самом деле, вживую, когда я смотрю глазами на вот эту подсветку, она очень приятна и мягко горит. Но за счёт того, что частота мерцания совпадает с частотой мерцания моей камеры, она вот так вот начинает вот мерцать. А вживую глазами выглядит это гораздо приятнее. То есть такая, как будто бы, я не знаю, что-то такое из Киберпанка, там роботизированная, кибернизированная, там бегущий по лезвию. Я хрен его знаю, что-то вот какие-то вот такие приколы. Так, надо разобраться с подсветкой. Мы удерживаем. Держим кнопку Fire. Выключилась подсветка. Если я удерживаю кнопку Fire и держу дальше, у нас есть вот такая вот в качестве украшения, видимо. То есть каждый раз, когда я нажимаю, она вот такое вот украшательство будет давать. И если я еще раз нажимаю и удерживаю, у нас M2. То есть M2 режим, он у нас должен показывать заряд батареи. То есть сейчас батарея у меня полностью заряжена, все палочки светятся. По степени разряженности батареи палочки у нас будут, судя по всему, погасать-погасать. И если я удерживаю еще раз, у нас просто выключена эта подсветка, если ты там хочешь экономить батарею, или просто не хочешь отсвечивать, скажем так, лишними вот этими вот светодиодами. Возможно там при просмотре фильмов или еще что-нибудь типа того. Короче, вот такая вот аккумуляторная батарея хитренькая. Но подсветка прям прикольная, ребята, сделали. Это прям зачетненько выглядит. Итак, картриджи надо показать. Как я тебе сказал, в комплекте нашего устройства есть два картриджа. Это очень хорошо, когда производитель вкладывает у нас два картриджа-испарителя. Один у нас с сопротивлением 0,4 Ома. Это, по-моему, вот этот вот персонаж запечатанный. Я его даже открывать не буду, да. И с сопротивлением 0,7 Ом, если я ничего не ошибаюсь. Это второй картридж. Это новые переработанные картриджи, которые подходят у нас на линейку Argus. Ребята не изменили сам форм-фактор, что большие молодцы. А внутри продолжают допиливать и изменять картриджи. Менять там типа формат сетки, размер сетки, разные хлопки. Вот эти вот все дела. Это картридж у нас на 2 мл. У меня есть картридж на 3 мл. Просто, чтобы ты понимал, какие у них отличия. Он просто немножко выше. То есть он выглядит приблизительно так же. Но он просто на чуть-чуть повыше, чтобы добавить вот тот самый 3 мл жидкости. То есть тут 2 мл, тут 3 мл. То есть это чуть повыше, это чуть пониже. Как бы ясно и понятно. Естественно. Сейчас мы выключим наше устройство, чтобы раньше времени ничего не сжать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сейчас все пройдем. Где у нас выкол? Вот удерживаем. Та-та-та-та-та. Анимация прошла. Очень прикольная анимация. Мне нравится, как в повривую меню. Все устройство выключили. То есть вот это вот будет просто подлиннее выглядеть. Вот так вот будет торчать здесь картридж. Если мы устанавливаем картридж на 2 мл, он просто будет покомпактнее, вот так вот поаккуратнее внутри смотреться. Ну и понятное дело, на обратной части нашего картриджа все абсолютно идентичное. Два магнита, два отверстия для забора воздуха и также контакты. По кругу кольцо минусовой, по центру плюсовой контакт. Вот и все как бы, вот они и все, все отличия картриджей между собой. Вот как-то вот так это все выглядело в приближенном рассмотрении. Я надеюсь, ты все как следует рассмотрел, я тебе все как следует показал. А сейчас я перейду к тому, что буду рассказывать свое личное мнение, которое сложилось у меня за время пользования данным устройством кибернетическим. Ну и конечно же, дорогой мой друг, прислушиваться к моему мнению или нет, это абсолютно твое дело. Так что, давай. Обсудим наш девайс, конечно же. Сейчас я буду тебе разжевывать все и рассказывать про подсветки и, к сожалению, что вот эта чудесная кнопочка не работает, как кнопка. Хм, ну она типа только для управления платой. Но перед этим я хотел бы поблагодарить за поддержку бренд, который не нуждается в представлении. Это ребята из Ватафо, ведь сколько я знаю о вейпинге, столько я и знаю о компании Ватафо, можно и так сказать. И отдельной благодарностью хотелось бы, конечно же, отметить ребят с сайта GoSmoke. Это сайт Долгожитель, который работает с 2016 года, так же, как и я. Еще, ребят, на сайте мы активировали промокод KRBK. И сколько я уже раз говорил, пока будет GoSmoke, будут обзоры на железо. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Первое, о чем мы с тобой, как обычно, разговариваем и возмущаемся, это цветовые решения нашего устройства. В восьми цветах, так же, как и предыдущее поколение, которое у нас называлось G2, это получается P2. Здесь у нас восемь цветов, всяких разных, разноцветущих. Есть классические три цвета, типа серый, ганметал, черный, белый. Есть очень красивый зеленый, который я хотел. Также есть розовенький, с радугой, со всеми этими делами. Очень приятный такой тоже бирюзово-синий, но вот зеленый самый офигенский. Зеленый очень хорошо выглядит. Мне достался черный, черный с золотым, такой вот на видео, естественно, благодаря моей черной бороде, черной кепке, черным рукам. Очень хорошо сливается, не видно ни хрена. Приходится вот так вот светом искать его и выделять, чтобы было видно. Ну или просто тыкнуть на кнопочку и все, и вот так вот, типа, засветится здесь что-то. Затянемся, во, вот так его получше видно, хоть немножко он отблескивает. Конечно же, зарядочные движения, как и всегда. У нас внизу, в джобке, что логично по нашему устройству, разъем для зарядки по Type-C. Здесь появляется вот такая вот приятная анимация зарядки. Вообще по части анимации, по всем вот этим делам, очень классно выглядит девайс. То есть вот это такая, как бы с одной стороны полуаналоговая, но прекрасно понимаю, что цифровая история, выглядит очень хорошо. Сразу же экран у нас показывает, который монохромный наверху, то, что зарядки у нас 88%, он у нас заряжается быстрой зарядкой, показывает, что заряжать будет еще 3 минуты. И также он показывает вот этой анимацией то, что у нас заполняется заряд. Если бы сейчас заряда у меня была по минимуму, вот на самом деле перед обзором надо было его почти в минималку разрядить, что-нибудь процентов до 30. И тогда было бы гораздо красивше вот эта вот анимация, что она вот так вот клеточками заполняется. Это выглядит очень прикольно. Даже просто, когда он лежит где-то рядом вот так на столе, я на него смотрю, он такой, как будто бы, как они называются, не амбиентная подсветка. Вот эти вот, ну типа, знаешь, как ставили раньше, не знаю, сейчас так делают, нет, возле рабочего стола вот эти лаволампы расслабляющие. Или какие-то такие светодиодные мягкие тона, которые там что-то немножко там потихоньку, какой-нибудь, знаешь, типа вот эта лампа Гайвера, типа с эффектом горящего костра. Или там, типа, плывущие лавы, вот эта вот черно-оранжевая какая-то такая рыжа-красная штуковина вот так вот переливается. То есть такие вот прикольные анимации, здесь же вот такая же история. То есть он вот так вот, типа, каждый раз поднимается, опускается, то есть выглядит симпатично. Я буду на этом настаивать. На зарядке наше устройство работает. Предыдущее устройство от компании Вупу, естественно, сильно брыкались и не хотели работать во время зарядки. Это работает. Опять же, в какой-то степени это хорошо, наверное, но в большей степени это плохо. Мне нравилось, когда ребята из компании Вупу программно отрезали эту историю. То есть когда ты поставил кабель для зарядки, у тебя отключается и кнопка, и датчик затяжки. То есть пока ты кабель не вытащишь, устройство не заряжается. Чтобы у тебя даже не было, как сказать, какого-то минимального хотения сделать то, что делать не рекомендуется. То есть использовать устройство со встроенным аккумулятором во время зарядки. Чтобы ты даже на секунду не задумывался, что дай-ка я его попарю, пока он заряжается. Ну типа испортишь девайс. Бывает уже, ну типа много таких моментов случались за все эти годы. Когда человек на зарядке пользовался устройством и просто испортил этот девайс. Когда программно это отрезано, это в какой-то степени обезопасит конечного пользователя от такого вот странного поступка. Зарядка по Type-C, работает кабелем Type-C, Type-C, все супер современное, все очень хорошо. Быстрая зарядка, да-да-да-да-да-да-да. Далее о чем мы с тобой поговорим? Некое расстройство, конечно же. Это вот эта вот кнопочка сверху, которая работает только как кнопка управления. Сама по себе кнопка очень крутая. Она такая немножко, типа вот он устройство больше в сторону какого-то киберпанка, скажем вот так. Но здесь есть некая примесь стимпанка, так называемого. То есть вот эти всякие золотые, медные акценты, вот типа как здесь у нас там типа винтики, надпись. Она еще плюсом ко всему на разных устройствах. Если я тебе показывал картинку, ты обратил на это внимание, тоже разных цветов. То есть она не везде, не постоянно, как у ребят с компанией DotMod, просто, блядь, золотая кнопка. Неважно, девайс у тебя белый, золотой, стальной, черный, желтый, фиолетовый. Кнопка будет золотой всегда. В нашем же случае кнопка цветами меняется. Если смотреть на картинку, здесь у нас на фиолетовом, фиолетово-розовый розовая кнопка, серая кнопка, дальше идет золотая кнопка. Потом на зеленом и на черном тоже золотая кнопка, на розовом стальная кнопка, на зелено-голубом, наверное, с градиентом, такая зелено-голубая, скажем, кнопка. Это классно, ребята, сделали. Опять же, внимание к деталям очень-очень хорошее. Сама вот эта кнопочка, к сожалению, она не работает у нас как кнопка Fire. То есть, типа, если ты хотел на нее нажимать и пользоваться этим устройством, ни хрена у тебя не получится, к сожалению. Вроде бы ничего не болтается, ничего не дребезжит. Есть такое ощущение, как будто есть какой-то минимальный люфт самой вот кнопки вот этой вот. Но, опять же, это ему только на пользу. Когда кнопочка у нас такая, типа, еще небольшое вот такое движение сбоку. То есть, она такая аналоговая-аналоговая прям. То есть, такое ощущение, как будто какие-то рубильники включаешь, нажимаешь. То есть, тоже такая небольшая примесь аналоговости в нашем цифровом устройстве есть. Кнопка, опять же, у нас это предназначено для того, чтобы только управлять нашим устройством. Всякими включениями и выключениями подсветки, управлением меню и всеми вот этими вот делами. То есть, у нас эту кнопку, если я удерживаю ее просто долго, она меняет у нас подсветку. В данный момент я включил подсветку отслеживания заряда аккумуляторной батареи. То есть, когда я затягиваюсь, у нас тухнет экран и у нас показывается только заряд аккумуляторной батареи. То есть экран у нас не включается, не задействуется То есть, опять же, это хорошо То есть он не будет жрать у тебя аккумулятор Он выключен И у нас только вот эти вот светодиоды показывают у тебя заряд аккумулятора То есть, типа, чем больше светодиодов горит, тем больше у тебя емкости аккумулятора осталось Это ясно, понятно и логично Это такой, как бы, полудурацкий режим стелс такой вот То есть, типа, экран не загорается, но у нас экран Типа, единственная важная информация, которая тебе нужна, это отслеживание зарядки аккумулятора Как я его назвал в своем каком-то обзоре, я не помню Battery, battery set, что-то вот такое я сказал Что, типа, есть режим, когда у тебя, типа, в устройстве показывается только заряд аккумулятора Потому что всю нужную мощность ты выставил Ты, типа, выставил режим, в котором пользуешься устройством Тебе больше нехрен смотреть на этом экране Тебе только отслеживать на нем заряд аккумулятора Вот, пожалуйста Заряд аккумулятора отслеживается просто аналогово Чем больше палочек у тебя горит, тем это лучше Опять же, более точное отслеживание в процентах Но для этого нужно будет включить экран Можно полностью выключить нашу подсветку То есть, LED OFF И она не будет жрать аккумулятор, но будет у тебя всегда гореть экран Он тебе показывает либо режим, в котором мы сейчас находимся В данный момент у меня просто режим NORMAL То есть, средний режим Либо мы можем выбрать режим POWER Где можем, типа, менять сами мощность, как хотим Опять же, по поводу мощности, отдельная минутка снобства Мы заходим в меню, опять же, все с вот этими вот анимациями Все переключается теперь синеньким светится Вот так вот Вот на камере он мерцает И ты видишь вот это мерцание А глазами этого мерцания не видно Я вижу только, как плавно, прямо так очень классно Переливаются светодиоды Мы здесь можем, так, сбросить затяжки Это все понятно Режим POWER MOD В него заходим, удерживаем Остаемся в режиме POWER MOD Он показывает нам просто мощность То есть, вот, 16 Вт По поводу 16 Вт Раз, два, три Мы переключаемся для того, чтобы повышать здесь мощность У меня стоит испаритель на 0,7 И все Макс Пауэр 18 Вт И потом опять круговая прокрутка Потому что управление идет одной кнопкой Опять Макс Пауэр 18 Вт Хоп Опять на 5 сбрасывает То есть, типа, здесь также плата ограничивает тебя По части мощности на сопротивление То есть, если у меня стоит картридж с сопротивлением 0,7 Он показывает его так же, как 0,7 Он понимает то, что тебе больше мощности, чем 18 Вт Здесь не нужно Поэтому больше он тебе дать не может Если ты устанавливаешь сюда картридж с сопротивлением ниже То он тебе открывает еще доступ к мощности То есть, ставим картридж там, допустим, на 0,4 Он дает тебе все 30 Вт Ставим картридж на 0,7 Он тебе убавляет максимальную мощность Чтобы ты не сжег этот самый картридж Вот и все Таким же абсолютно образом работают режимы использования Только в режиме использования у тебя будет ограничение по максимальной мощности То есть, в самом максимальном режиме там будет, допустим, 18 Вт Если ты выставляешь режим Normal Там, допустим, будет 16 Вт Если режим с какой-то, как он тут называется Эко, по-моему, самый маленький режим Или там, ну любой, короче, ты понял Самый маленький режим, самый слабый Он дает тебе, допустим, 14 Вт То есть, 14, 16, 18 Если мы устанавливаем сюда картридж на 0,4 Он также тебе будет выставлять там, например, максимальная мощность 30 Вт В самом мощном режиме Если мы понижаем, понижаем, понижаем Мощность сама по себе будет понижаться Просто работает отслеживание сопротивления на мощность Сопротивление на мощность Ясно и понятно То есть, такая, как бы, маленькая фитюлька Но супертехнологичная С экранчиками, со всеми вот этими делами Я просто сижу и балуюсь, на самом деле То есть, я его держу в руках Мне он... Я даже не понимаю, как он мне больше нравится тактильно Внешне или как То есть, типа, это очень прикольный получился девайс Такое вот, типа, знаешь, устройство для взрослого ребенка В какой-то степени там какую-то схемотехнику видно Ты такой посидишь, поразглядываешь С другой стороны, тут тебе какую-то и подсветку добавили Хочешь, чтобы она была всегда Ну, просто подержи ты немножко кнопку, она у тебя появится Вот такая вот, блескучая, переливающаяся И при каждой затяжке Будет радовать тебя вот этими вот переливаниями Или же отслеживание аккумулятора Опять же, экран, на котором все видно, ясно и понятно Абсолютно логичное управление устройством всего лишь одной кнопкой Опять же, могли добавить еще какие-нибудь две кнопки Но для чего бы они нам были нужны? Чтобы тегаться по меню туда-сюда? Да нет, я думаю, не надо это тебе Для того, чтобы мощность просто влево-вправо тыкать Да только ради этого разве и что и все Но опять же, одной кнопкой с круговой прокруткой Все это можно сделать Зафиксировать, отключить экран Оставить только заряд аккумулятора Чтобы у тебя анимация показывала и все Он типа самобытный этот девайс Я на него просто смотрю и такой Ну, аналогов по внешнему виду По всем вот этим делам у него нет Чтобы вот это вот все такое вот интересное В нем было напихано, натолкано Хотя просто, что ребята сделали, большие молодцы Во-первых, то, что оставили монохромный дисплей Что не стали делать его таким же цветным И что он стал таким более как бы С какой-то стороны цифрово, но в то же время аналоговым То есть он такой как бы вот полу-полу Я опять же не могу вот определиться Это устройство больше в сторону стимпанка Или же киберпанка Сайберпанка, как это называется история То есть что-то в какой-то степени неоновое мигающее И в какой-то степени аналогово-шестереночное Какое-то вот такое Ну, то есть типа Ну, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю Ну и, конечно же, если мы повернемся на обратную сторону Тут у нас сразу есть три момента Заправка Типа петелька-хрюшка И регулировка обдува Про заправку немножко попозже Типа петелька-хрюшка, опять же, чтобы носить наше устройство На шее То есть оно как бы Он увесистый, тяжеловатый Но я, в принципе, на шее кроме головы ничего не ношу У меня нет никаких там ни цепей, ни церквей Ничего у меня здесь нет Просто голова на шее Мне этого достаточно То есть есть хрюшка, чтобы носить все это дело на шее И, конечно же, моя любимейшая прекрасная регулировка обдува В каждом обзоре про это говорю И здесь тоже скажу Не абсолютно не важно, какое это устройство Какого это уровня Начального, неначального и так далее Мне хотелось бы, чтобы это устройство Я мог как-то подкорректировать под себя В первую очередь, конечно же, затяжка Пускай на одноразовой системе не будет экрана Пускай не будет там каких-то вот этих вот свистоперделок С анимациями и чем-то еще Пусть на нем будет только регулировка обдува Ну и типа какой-то светодиод, который горит типа Зеленым, синим и красным Мне этого более чем достаточно Зеленым все заряжено Синим горит типа средняя зарядка Красным горит, надо поставить на зарядку Все, это идеальное вообще для меня было бы устройство Самое главное, чтобы там присутствовала регулировка затяжки Чтобы я мог под себя ее подстроить Потому что далеко не всегда, совсем не всегда Вот то, что дает нам производитель дефолтно с завода Подойдет всем и каждому Кому-то будет слишком туго Кому-то будет слишком свободно И вот такой вот крошечный, маленький Опять же, очень хорошо впрессованный С уплотнителем шпингалет Который туго ходит Нужно прям прикладывать некое усилие Для того, чтобы здесь что-то там пошевелить И благодаря этому я могу очень точно Под себя подстроить затяжку Я уже примерно понимаю, как моя затяжка здесь выглядит Свободновато немножко, чуть-чуть потуже Примерно вот так Я получаю свой 1 мм затяжки по жиклеру И все, все абсолютно идеально И все очень хорошо Ну и по самому картриджу, как я тебе говорил Картриджи могут быть двух видов Либо вот такой на 2 мл, который установлен здесь ТПД версия Либо может быть на 3 мл, который чуть-чуть побольше Чуть-чуть повыше И просто вмещает чуть-чуть больше внутрь жидкости Заправлять ты его будешь чуть реже То есть мы с тобой прекрасно понимаем Чем больше объем картриджа или же там любого устройства Будь то это бак, дрипка или еще что-то Сколько в себе может держать жидкости то или иное устройство Тем реже мы будем его заправлять Чем больше держит жидкости, тем реже его нужно будет заправлять Вот и все Этот 2 мл нужно будет заправлять чуть чаще Но опять же тебе ничто не помешает Взять сюда, где вон поставить картридж На 3 мл вот такую длинную фитюльку Уже как бы устройство немножко по-другому выглядит С такой торчащей пипкой Здесь как-то более аккуратно Или уже моему глазу просто привычно Вот такой вот картридж чуть-чуть покороче И есть недостаток у этого картриджа Здесь у нас заправка Но типа он как бы недостаток И с другой стороны положительная история То есть во-первых тебе не нужно вытаскивать картридж для заправки То есть ты просто сверху вот так ногтем поддеваешь эту историю Все это свободно заправляется Обратно все это закрыл Все заправилось Типа затычка вставлена Но когда ты затягиваешься Ты к этому в любом случае привыкнешь И перестанешь это дело замечать Но на первой тебе будет казаться Что на картридж, на гладкую поверхность Что-то прилипло Я говорил это в предыдущем обзоре На G2 версию Это P2 версия Мне почему-то кажется Что этот хочется больше G2 называть Но нет, это P2 Короче говоря, что вот эта вот резинка Она просто немножко другой текстуры Скажем вот так Нежели гладкий вот этот пластик И при затяжке кажется, что как будто что-то на него прилипло И хочется это стереть Просто какой-то там, как это обычно бывает Отсохший, отмерший Какой-то клочок, кусочек кожи с губ Прилип типа вот сюда Его хочется вот отсюда соскоблить Как-то убрать Нет, это вот резиночка Вот эта вот И она просто периодически будет Твоим губам встречаться Ты к этому быстро привыкнешь на самом деле Но вот просто первые моменты Будет такое ощущение, что что-то на него Прилипло, налипло Вот и все А так по устройству это более чем хорошо И по первому обзору Ребята мне уже написали Естественно и в телеге написали пацаны И на ютубе написали И везде написали Типа, Миша Вот что ты скажешь Типа в сравнении двух этих устройств Тут у меня этот девайс пока на зарядке Второй лежит Я его допарил уже до нуля Дожег как бы устройство Которое G1 Который вот такой под палочник И устройство P1 Все-таки их можно немножко Скажем так Посравнивать Хотя они разные, правда Типа если вот так как бы на них смотри Там немножко разные аккумуляторные батареи Тут чуть побольше Там чуть поменьше По-разному взаимодействие С экраном, анимациями, подсветками И всеми вот этими делами Но как-то внутренне И как-то вот так вот Все-таки устройство Вот это мне нравится больше Потому что он и внешне Привлекательно интересный И как-то по форм-фактору Такая типа коробочка Но это вот из-за того, что я вот Эту херню и пользуюсь Типа все вот эти вот Коробчанские какие-то вот такие вот Более брусочные что ли устройства Они мне как-то больше по душе То есть он в какой-то степени Такой слегка ASBS Я прекрасно понимаю то, что он Очень сильно шире Но он и ниже Чем вот это устройство Это все как бы ясно и понятно И все-таки Если выбирать между P2 и G2 Я выберу P2 Потому что он мне внешне Больше нравится И как-то так Просто Ну более к себе тяготит что ли Плюсом у него еще есть Просто офигенный зеленый цвет Который к сожалению Мне не достался Надо было просто Ну сам тупанул Надо было ребят попросить Типа сказать Типа если есть зеленый Пожалуйста пришлите зеленый Для обзора Они мне не присылают Все возможные цвета Как те же самые там Брускачи делают и так далее Чтобы я тебе мог Вживую показать Присылают там по одному устройству И картриджи присылают Чтобы можно было Все это дело потестировать Спокойно погонять Ну вот именно Вот этот P2 Мне нравится больше Чем G2 Несмотря на то Что типа Не совсем корректное сравнение Но все-таки Это одна линейка Аргусов И тот Аргус И этот Аргус Оба работают на одинаковых Картриджах Тиреиспорителей Которые также поддерживают Напоминаю об этом Предыдущие поколения И предыдущие поколения Поддерживают Современное поколение Вот это вот картриджи Опять же у нас Посадочное место Ничего не поменялось Все должно совпадать Все должно работать Очень хороший девайс Прям очень сильно Не дурственно Это такой как бы Подец Про который можно Полчаса поговорить И всякое дело Тебе порассказывать И я не отрицаю То что я как сорока 15 минут Разговаривал про подсветки Вот эти вот Близкучие Потому что Они очень прикольно Выглядят И мне прям понравилось Как все это дело Реализовали ребята Из компании Вупу Ну естественно Недостаток Глянцевая вот эта штука Поцарапается Жалко будет Пленочку я с него снял Поцарапается Обдерется Потому что Глянцевый пластик Очень сильно любит Собирать на себя Отпечатки пальцев Царапины И все вот эти дела Это вот к сожалению Обратная сторона медали Красота требует жертв На этом у меня все Да Можно заканчивать данное видео Я хотел бы сказать Большое спасибо ребятам Из компании Вупу Конечно же За предоставленное устройство Мне на обзор И большое спасибо За поддержку моего канала Ты можешь сказать В очередной раз То что Миша Ты опять ни хрена Не сказал про вкус Ну что я тебе могу сказать Про вкус На испарителях на сетке Нормальный вкус И у того устройства И у этого устройства Картриджи у них одинаковые Вкус у них нормальный Для испарителя на сетке Более чем пойдет Типа для пода Нормальный вкус И не надо его сравнивать С какими-то там Баками, дрипками Не дай бог На койлах Это совсем другая история Это вот поды На испарителях на сетке Вот и все Как-то вот так Тебя друг Как всегда Прошу подписаться На мой телеграм канал Который называется Миша Коробка В нем также выходят Мои видео обзоры Еще там есть ламповый чат Для отдельного общения Еще я там записываю кружочки Если тебе подобное интересно Подписывайся конечно же На мою телегу Также у меня есть Мои собственные продукты В данном видео Это будут мои жидкости Монах Шок Которую мы разработали Вместе с ребятами С компанией Монашка ГЛК Также линейка жидкостей Мишка Хаски Которую мы сделали Вместе с ребятами С компанией Прайдвейп И компанией Вуду Лаб Обе эти линейки 50 на 50 Для тугой затяжки МТЛ Или же подсистем Вот таких вот Каких-то вот Для маломощных устройств Ну и теперь абсолютно точно все Да Давай прощаться Если ты впервые оказался На моем канале И ты не знаешь что я такое Меня зовут Миша Приятно познакомиться И добро пожаловать В мою коробку Но если вдруг мы с тобой Давным-давно знакомы И ты все это прекрасно знаешь То просто-напросто Пока А я буду дальше баловаться Подсветка просто пушка То ли киберпанк То ли там неопанк Короче панки хой Думайте сами Решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Вот, все Ты заходи Если что Следи за собой Будь осторожен Следи за собой Субтитры сделал DimaTorzok